ЗВОНОК В ДВЕРЬ Погибла на трассе Челны-Нижнекамск. Трагедия с 32-летней Альбиной Машуковой произошла накануне около 10 часов вечера. Как стало известно, женщины вместе с мужем возвращались домой на машине. По пути они поссорились, Машукову потребовало остановить машину. Выйдя из нее, женщина решила перейти дорогу. На встречной полосе ее избил автомобиль. В результате удара ей оторвало ногу. Она была найдена в 30 метрах от места ДТП. От полученных травм смерть наступила мгновенно. У погибшей остались 12-летний сын и трехлетняя дочь. В пятницу вечером в доме номер 8-14 Новохитова произошел сильный пожар. Огонь пришлось тушить на балконе седьмого этажа. Для этого огнеборцы выставили автолестницу. Но еще до приезда спасателей жители подъезда начали экстренно эвакуироваться. Покинуть свои квартиры на время пришлось 20 жителям, включая троих детей. Хозяйка горящей квартиры не пострадала. Она тоже покинула помещение. Не исключено, что пожар мог произойти из-за залетевшего на балкон окурка. Сегодня нижнекамские школьники сдавали ЕГЭ по математике. Из-за погодных условий свои заветные числа, номера аудитории, они дожидались внутри здания. По математике это уже второй экзамен. 2 июня выпускники сдавали базовую часть. Сегодня профильную. Этот этап намного сложнее. Его в основном выбирают те, кто собирается поступать в технические вузы, либо те, кто еще не определился с выбором. Конверты с заданиями открыли почти 700 учеников. В городе работают три пункта приема экзаменов. Это 8, 10 и 25 школы. Результаты будут известны через две недели. Сегодня первый день священного месяца Рамадан. Ночью во всех мечетях города и района прошел Таравих-намаз. Только в центральной мечети его посетили 300 мужчин и 200 женщин. Утренний прием пищи завершился в час ночи. А Эфтар, то есть вечерняя трапеза, начнется в 9-м часу. Сейчас в Нижнекамске плюс 13, облачно с прояснениями. Нижнекамцев поздравили из космоса. Об этом в следующем выпуске. Напомню, наш телефон 40 07 70, сайт ntrdefis24.ru. Увидимся через пару часов. Субтитры создавал DimaTorzok